Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. В преддверии дня Великой Октябрьской социалистической революции мы продолжаем говорить о лозунгах, с которыми большевики пришли к власти. «Хлеб голодным, фабрики рабочим, земля крестьянам, мир народам». 98 лет назад эти слова были актуальны и навсегда изменили ход российской истории. Важны ли эти идеи в современной России или ценности в капиталистическом государстве настолько отличаются, что жизнь рабочего человека не является его приоритетом? В 2011 году в одном из российских изданий сравнили рацион современного человека с пайком немецкого пленного 1941 года. В этой таблице часть продуктового минимума, который призван поддерживать нормальную жизнедеятельность организма. Этот минимум устанавливает государство. Так, овощей и картофели на одного человека в 2011, по мнению чиновников, полагалось почти столько же, сколько и на немецкого пленного. А хлеба, макарон и рыбы меньше в два раза. На основе такой продуктовой корзины чиновники тогда установили прожиточный минимум – чуть больше 6 тысяч рублей. Сегодня прожиточный минимум увеличился, но в это же время увеличились и цены на продукты питания. Да еще инфляция галлопирует. Продуктовая корзина российского человека по-прежнему вызывает немало вопросов. Цены на товары и услуги, ну я даже вам комментировать не берусь, потому что если вы спросите, вот каков объем товаров, количество этих продовольственных товаров, непродовольственных, которые входят в корзину потребительскую. Вот у нас в России перечень товаров составляет 156 наименований. Для сравнения, в Германии – 475 наименований, в Великобритании – 350 наименований. Поэтому мы не можем даже сравниться по перечню товаров, я уже не говорю о качестве этих товаров. Сегодня прожиточный минимум составляет 9 тысяч 662 рубля. На эти деньги живет значительная часть населения страны. При этом, если верить диетологам, то поход в магазин за недельным запасом необходимых для организма продуктов обойдется россиянам в 2000 рублей. А значит, рацион на месяц будет стоить в пределах 8 тысяч. Куда потратить оставшиеся 1662 рубля, каждый решает сам. Оплатить ли коммунальные услуги, или купить новую одежду, или сходить в театр, а может быть отложить на покупку автомобиля – вопрос риторический. Мясо должно присутствовать минимум два раза в неделю. Точно так же рыба минимум два раза в неделю. Молочные продукты желательно постоянно, потому что у нас сейчас очень острый дефицит кальция. Овощи и фрукты обязательно. Очень важно, чтобы... Редактор субтитров А.Семкин